Поздравляю с этим прекрасным праздником покрова Божией Матери. Мы радуемся, что у нас пресходный праздник, соборная и другие милость Божия. Мы молимся и восполняем Божию Матери за мир, как это было некое время в Константинополе. Молимся за мир на Родине, за мир в Иерусалиме, за мир в этой стране и мир в нашей духовной жизни. А любящая Мать своим опором нас открывает. Сегодня созвучны слова, которые мы находим в Акаписе, к успению Божией Матери. Очень радуйся, обрадованная, во успении своей нас не оставляющая. И Божия Матерь от этого мира ушла, но в царствующем мире, в небесах, молится за нас, благословляет и вытяжает. Мы зримым образом не видим Божию Матери. Это из-за наших грехов. Но действительно, здесь наша небесная декумия, мы с нами не видим и не молятся. Мы твердо, как первый, что здесь и святые ангелы, Божия Матерь. Нужно очистить свое сердце, свой ум, свое зрение, чтобы хотя бы начинать понимать это. А если Бог и благословит, нам достойно хотя бы частично этому миру прикоснуться. Важно, будет предстоять и отдавать должный ответ. Если Бог благословит, мы войдем в небесное царство. Но и здесь с нами это царство за нас молится. И там и Божия Матерь, наш Спаситель, и все святые. Вот почему сегодня такой дивный праздник, и только для нашего права, для нашей духовной жизни, вот для всего православного мира. Идими моими устами, и единим сердцем мы все воспаляем и просим, чтобы Божия Матерь дальше нас открывала своим честным амафором. Атаки вавайет, но и дамониям сия. The Holy Theotokas never leaves us when we pray with all of our hearts and our minds and ask her to protect us. And this is felt today, I would say, across the globe. In many Orthodox churches, this feast is being celebrated. And to think that we are a small part of that grand world of the Heavenly Kingdom is truly something special. It must always be active in our church lives, in our spiritual lives, knowing that when we call out, when we pray, when we truly ask that Theotokas hears us, the saints are with us, and of course, God continues to bless us as we pray for peace throughout the world. There are troubles daily, somewhere. We have to find peace within our spiritual lives, within our souls, and this peace will then spread across to those next to us, into the other countries across the globe. But it begins within us, this peace, this salvation, this glorification of the Theotokas. I honour to grateful the Theotokas for your guardian here. сегодня за добрые слова Отца Настоятеля с престольным праздником раздравляю и к тебе я благодарю за твои труды на благо Христовой Церкви и твоих помощников Отца Андрея и всех них отзиаконов, штецов, певчих, Церковного Совета, прихожан за все, что вы здесь делаете, церковная жизнь, приходская школа, разные мероприятия. И прошу дальше продолжать это церковное, нужное и спасительное дело. И мы рады, что с нами отец Георгий молился и смог причаститься к святых престоловых Таев. Отец Илья отмечает в этом году 40-летие служения Церкви Христовой. Это как и дьякон, и священник. Бог отводится здесь и как член уходного суда нашей апартии и добрый верный священник. От имени Альферийского собора, Дорого и Батюшка, мы тебя благодарим и поздравляем. Мы отмечали из туалетия Русской Зуроверной Церкви три года дома назад. Не смогли полностью этот праздник осветить из-за пандемии, но тем не менее мы молились, были созданы грамоты, разные подарочки, но и для наших священников, тех, которые заслужили такой дар, мы приготовили особый ювелирный крест. И в этот день, дорогие дети, я за Твое служение, за Твое послушание приими от членов Альферийского собора этот ювелирный крест, который издал в память в Словете Русской Зуроверной Церкви. Поздравляю, как ты можешь носить, молиться Богу и не забываясь традиции нашей Церкви. Поздравляю. Поздравляю. ПЕСНЯ ПЕСНЯ